Доброе утро, дорогие друзья. Мы с вами в разгаре праздника мира Суккот. Да, Суккот это праздник мира. Написано, что в конце времен мы с вами все будем сидеть в огромной большой суке. Не будет войн, не будет разногласий и все люди будут видеть истину. Конечно, идеальный вариант. Вообще, любой момент, который мы можем принести в эти дни, чуть-чуть мира, чуть-чуть добра, чуть-чуть вот какого-нибудь хорошего. Мы выполняем настоящую заповедь Суккот. Рассказывает про хасидского наставника, он Раби Мардыха из Нешица. Он сначала до этого, кстати, хасидом был купцом. И вот однажды он ехал в город Броды. А дело в том, что он каждый год откладывал серьезную сумму, чтобы купить лучшие трог, которые только есть в округе. Он увидел перед городом Сирид в обочине кучер возле павшей лошади и рыдает. Он подошел, спросил что-то. Говорит, да вот, погибло, все пропало. Мардыха отдал ему деньги, которые подготовил для Этрога, чтобы он купил себе другого коня. И когда он вернулся домой, родные удивились, что он приехал с пустыми руками. Улыбнувшись, он сказал, благословение на Этрог может произнести кто угодно. И только я удостоился чести произнести благословение на лошадь. Вот это вот надо тут вдуматься. Тут есть о чем подумать. Кстати, вот после праздника растения, которые у нас есть, там четыре вида растений, их не надо выбрасывать. Написано в книге Рифуав и Хаим, каббалистическая книга, что если эти растения, четыре растения, оставить после праздника и хранить над входом в дом, они защищают дом от вреда. Хранить это растение, написано, нужно до кануна Песаха. А в Песах положить их в костер, на котором уничтожается хамец, или разжигать их печь, в которой будут выпекаться маца. Это касается и ветви пальмы, и мирта, и иви. А Этрог, надо вообще, с Этрогом отдельная история. Написано, что его хорошо бы засахарить, в меду, чтобы он сохранился до тубешвата, и подать его с остальными блюдами на вечерной трапезе до дня. Это написано, сгула добавляет изобилие и здоровье человека. Вообще с Этрогом интересная штука. Этрог отражает сердце. Я знаю людей, которых Этрог лежит год. Вот представьте себе, обычный лимон без холодильника лежит год. Несколько лет у меня лежал, буквально восемь или девять лет подряд лежал целый год. Сейчас он где-то месяца два не долеживает. Очевидно, не хватает духовного, так сказать, какой-то подпитки. Я знаю людей, у которых есть такое, что существует и год. Вдумайтесь в это, все ищут чудеса. Какие тебе чудеса нужны? Обычный лимон, лежачий на полочке без холодильника двенадцать месяцев. Вам что еще надо? Поэтому вернемся к рассказу. Кроме четырех видах растений, в Ашан-Араба мы берем в руки еще что? Пять ветвей и ударяем ими об землю. Это действие способствует выпадению дождей. Но есть и другая сгула. Собрать вот эти вот листочки, вот эти вот, положить в укромном месте дома, и пусть они хранятся. Написано, что это сгула от кражи. Итак, еще раз в сутки мира. Вообще, каждая душа спускается в этот мир на свою войну. Войну со своим злым началом. И нет человека, который может избежать этой войны. Обратите внимание, когда два человека встречаются, они говорят друг другу шалом алейхи. А другое, что отвечает, алейхим шалом. Мы все это слышали, все понимаем. Но есть несколько деталей, которые, по идее, если задуматься, вызовут недоумение. Почему один человек обращается к другому, используя множественную форму числа. Мир вам, дословно. Ты же с одним человеком разговариваешь. Также хотелось бы объяснить, почему отвечающие используют обратную форму, переставляя слова. Дело в том, что может показаться, что ответ на второй вопрос очень простой. Это известная черта, заставляет нас даже вопреки логике противоречить ближнему. На самом деле, там, переставили хотя бы слово. Но это не так. Это шутка. Когда встречаются два человека, то, будем здоровы, то мы имеем дело с двумя мнениями. А это два, это уже много. Поэтому они говорят во множественном числе. Алейхим. И надо их привести к единому мнению, к миру, к шалому. Шалом алейхим. Приветствие первого человека, который понимает, что столкнулся с другим мнением, и заявляет со своей стороны о готовности к миру и согласию. На это предложение мира, вот это предложение происходит от одного человека. Того, кто поздоровался первым. Если бы второй сказал тоже то же самое, да, то нет никаких доказательств, что он готов заключить мир. Может, он просто повторяет никаких обязательств нет. Может, он только согласился с первым, да. Отвечая же на приветствие Алейхим Шалом, он выражает и свое собственное полное согласие на достижение мира, которое будет с этой минуты еще более совершенным и более возвышенным. Нет ничего случайного. Даже то, к чему мы привыкли, оно не случайно. Во всем нужен сейхл, голова. Браха вы от слаха, праздник Самея. Всем удачи!